Здравствуйте! В эфире студенческие новости Казанского Федерального Университета. С вами Александр Александров. Смотрите сегодня в выпуске. Огонь универсиады приближается к университету, как примут эстафетов в главном вузе республики. Стопроцентная готовность к деревне универсиады поднят флаг России. Покорили Европу. Сборная КФУ завоевала сразу пять медалей. Абсолютным рекордом станет нынешняя эстафета огня универсиады в истории молодежных игр. В общей сложности главный символ игр пронесут 2013 факелоносов. Огонь преодолеет 104 тысячи километров за 359 дней. Сегодня его встречают в Больших Кайбицах и Камском Устье. В Казань огонь универсиады прибудет 5 июля. На следующий день, 6 июля, главный символ игр пронесут от деревни универсиады до главного здания КФУ, где он будет храниться до церемонии открытия. О деталях нам рассказал Эмиль Губайдулин, начальник отдела ОНО и исполнительной дирекции 27-й Всемирно-летней универсиады 2013 в Казани. Кто-нибудь из студентов или преподавателей Казанского Федерального Университета будут принимать участие в эстафете? Допланированные выпуски студентов, ваши спортсмены, подающиеся надежды спортсмены, молодые ребята, уже состоявшиеся такие спортсмены, как Андрей Гуманов, уже чемпион универсиады, участник Олимпийских игр. Но по традиции, я как уже говорил, что после финиша огня мы огонь на сцене передаем ректору Федерального Университета. И огонь остается на хранении в федеральном университете до вечера 6-го числа. Флаг России в деревне универсиады поднят. Это значит, страна официально готова к проведению Всемирных летних студенческих игр. Сейчас в деревне продолжается расселение спортсменов, участников игр. Отзывы атлетов озвучил президент Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцын. Спортсмены очень довольны, считают, что это деревня универсиады одна из самых комфортных, может быть, самая комфортная за все время их участия не только в универсиадах, но и в Олимпийских играх. Организаторы сделали все необходимое, чтобы люди здесь чувствовали себя как дома. Могу не побояться этого слова. Питание великолепное. Сервис на спортивных объектах, те люди, которые уже спортсмены имели возможность там побывать, тоже, соответственно, с самым высоким международным стандартом. Оценить уровень комфорта предстоит еще многим спортсменам. Участники и гости универсиады продолжают пребывать в Казань. В эти дни в деревне идет заселение представителей японской сборной. А наши журналисты вышли на центральную улицу Казани, чтобы узнать мнение людей о том, как все организовано. Мне очень повезло, что в этом году и у Казани будет какое-то торжественное мероприятие. Я думаю, что все гости, которые из разных стран, все приезжают в Казань. И мы встречаемся и познакомимся. Огромная, просто куча позитивных эмоций. Я думаю, что все будет очень ярко, очень запоминающе, очень классно и очень зрелищно. А я жду соревнований, на самом деле. Буду болеть, конечно, за нашу сборную Российской Федерации. Хотелось бы увидеть хорошую, достойную игру нашей команды. Также, безусловно, море позитивных эмоций, как отметила моя коллега. Новые знакомства, новые друзья. Вообще масса-масса всего классного и незабываемого. Волонтеры и Нагородни, мы живем прям, вот честно, мы прям очень довольны. Очень все мило. Для нас это сделается все. Я думаю, для спортсменов деревни Универсиаде вообще все замечательно. Поэтому пока что Казань радует безмерно. Поэтому надеюсь, что так и будет все. Настроение, на самом деле, отличное. И город очень красивый. Я сама из Москвы, вот, я впечатлена вашим городом. Вот сейчас пытаюсь смотреть достопримечательности, самые основные. Очень позитивные люди в городе. Такое прям настроение, вот этот царит в городе. Все очень замечательно. Мне очень нравится Казань. Мне кажется, что очень красиво. Очень красиво. Реально, кто-то из Суд-Америки, нас удивляет. Сотрудники Елабужского института КФУ отметили долгожданное окончание учебного года. Вот уже пятый год подряд это событие празднуется по-спортивному. Преподаватели и сотрудники вуза приняли участие в Сабантуе, который в этот раз прошел под девизом «С универсиадой наравне». Помимо преподавателей и сотрудников Елабужского института, Сабантуй посетили и гости. В их числе советник ректора Казанского федерального университета Людмила Нугуманова. Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон в свою очередь поблагодарила всех за проделанную работу и поздравила с началом долгожданного отдыха. На Сабантуй преподаватели и сотрудники вуза состязались в ловкости, меткости, скорости и силе. Были организованы такие состязания, как поднятие гири, дартс, стрельба, бой мешками и веселая эстафета. Хотела сказать спасибо устроителям этого праздника. Наши преподаватели с факультета физкультуры. Вот мы сегодня здесь отдыхаем, а им приходится судить, выступать тренерами. Спасибо им. Спасибо всем, кто устроил для нас этот праздник. Соревнующимся даже пришлось одевать волонтера. В одноименном конкурсе им предстояло как можно быстрее надеть на волонтера все его атрибуты, дать в руки мяч и отвезти на соревнования. Я каждый год с удовольствием сюда с желанием приезжаю. Мне очень нравится. Я оторваюсь по полной программе, пытаюсь выжать из себя все, что можно. Участвую во всех конкурсах. Гостями Сабантуя стали и наши ветераны, которые с превеликим удовольствием приняли участие в соревнованиях и даже дали фору многим преподавателям. Кстати, в этом году спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» встречал всех гостей Сабантуя в обновленном виде. Все отметили, как он преобразился. Особенно радовались ветераны. Когда я закончила первый курс пилологического факультета, первый раз «Буревестник» стал новым, первым местом отдыха. Тогда были палатки и небольшие домики. Мы очень часто переплывали на тот берег. А на том берегу отдыхали обычно нижнекамские или челнинские студенты. С ними общались. В общем-то, каждый хвалил свой вуз. В этом году гостями нашего праздника стали и коллеги из соседнего Автограда. Преподаватели Набережно-Челнинского института КФУ приехали не только для того, чтобы на других посмотреть, но и для того, чтобы себя показать. А для этого был организован товарищеский матч по волейболу. Мы будем стараться. Мы не обещаем, что мы их выиграем, но мы будем стараться. Желательно, чтобы победила дружба. Шансы всегда есть, особенно до начала игры. В итоге победу со счетом 3-0 одержали коллеги из Набережно-Челнов, которые увезли с собой переходящий кубок ректора. Матч-реванш будет организован в следующем году на Сабантуе-2014. Еще одной отличительной чертой Сабантуе-2013 стали соревнования по гребле. Хотя желающих принять в них участие оказалось не так много, зрелище оказалось незабываемым. А затем и все желающие смогли покататься на лодках, искупаться и понырять. В общем, весело провести время, оставить от отдыха массу позитивных эмоций и хорошее настроение. Людмила Губянова, Владислав Соловьев, служба новостей Елабужского института КФУ. Специально для Универ-ТВ. Сборная КФУ по настольному теннису покорила Европу. На минувшем чемпионате континента среди студентов наша команда завоевала пять медалей, при этом трижды поднявшись на первую ступень пьедестала. Спортсменки Казанского федерального университета выиграли командное золото, а также разыграли золотые медали в личном первенстве и в парном разряде. Весомый вклад в копилку сборной внесла студентка института физкультуры и восстановителя медицины КФУ Антонина Савельева. Уже через несколько дней ей предстоит вести борьбу за медали универсиады в Казани. Я считаю, что это очень большое достижение для жителей Казани, Татарстана и вообще для всех, для России в частности тоже. Я надеюсь, что все пройдет очень хорошо. Надеюсь, что наша команда завоюет копилку сборной России и медаль. Может быть, даже не одну. Спорт, здоровье, красота – три главных идеи грядущих студенческих игр. Накануне этого грандиозного события в Музее изобразительных искусств Республики Татарстан распахнула своей двери выставка, посвященная универсиаде. У нас встреча в универсиаде. Мы же, как сказать, тоже решили подготовиться к этому спортивному празднику. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у нас представлены картины, получается, известных художников. Это там у нас Самохвалов, здесь культурная группа художника Сунисона Александра Дайнека. Ну и очень много таких вот изюминок из Музея физической культуры и спорта. Субтитры создавал DimaTorzok Мимо Казанского федерального с ветерком. Площадка перед главным зданием университета стала одной из семи точек открывшегося велопроката. Удобнее с каждым днем. В преддверии универсиады в Казани открылись ультрасовременные велопрокаты. Проект особенный, потому что в России нет городов с таким проектом. Для нас он тоже был. Немножко мы с опаской к этому относились, потому что все-таки Россия, все-таки зима, 7 месяцев, лето, 5 месяцев. Но, тем не менее, опыт зарубежных стран, европейских и скандинавских, показывает, что велосипедами можно пользоваться и даже летом, то есть пользоваться летом и даже в странах с холодным климатом. Велосипеды, установленные на станциях, отличаются прочностью. Им не страшен ни мороз, ни зной, ни вандалы. Система устроена очень удобно. Для того, чтобы прокатиться с ветерком, нужно зарегистрироваться на сайте www.velik.ru, оставить номер своей кредитной карты, с нее будут взиматься платы за аренду железного коня. Организаторы надеются, что эта суперсовременная система в скором времени станет очень популярной. Я две недели общаюсь с людьми, около каждой из установленных на данный момент станций. Такого количества позитива я не слышал давно от людей. Люди пробуют велосипеды, изучают принципы работы наших велостанций. Я бы так сказал, они просто ждут. Они выдушевлены. Это будет успех. Пока открылось 7 станций. В сентябре ожидаются еще 5. Всего их будет 12. Прокатиться может абсолютно любой желающий. Велопрокат работает круглосуточно 7 дней в неделю. Так что велосипедов хватит всем. Мне приятно. И я рад, что у нас открылся такой велопрокат европейского уровня. То есть я думаю, что он послужит локомотивом и толчком для развития велоинфраструктуры в Казани, в которой уже давно наш город нуждается. Вы же видите, что велосипедисты становятся все больше и больше. И власти совершенно неожиданно для меня, как и для многих велосипедистов, открыли такие велопрокаты. Установленные велопрокаты находятся на улицах Кремлевска, 18, около главного здания университета, улице Кавин-Аджми, около городской ратуши и у парка Черного озера. Пока таких велопарковок всего 7. Расположены они в центре города. Можно взять велосипед на одной из них и доехать до местного назначения без пробок. Алина Хангареева, Леонар Довлетияров. Не упусти свой шанс, пусть все увидят главное событие этого лета твоими глазами. Институт массовых коммуникаций и социальных наук совместно с телекомпанией «Новый век» и корпорацией ДНК проводит конкурс видеороликов «Участвуй в универсиаде-2013». Конкурс приурочен к проходящей в Казани универсиаде и призван дать участникам возможность реализовать свои творческие идеи. Продемонстрировать креативный взгляд на универсиаду можно будет до 16 июля. А уже 25-го авторы лучших роликов получат заслуженные награды. Подробнее о конкурсе вы можете узнать на сайте студенческого телевидения КФУ универсмотрит.ру И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых последних событий. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!